Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 2 мая Церковь отмечает Пасху – Светлое Христово Воскресенье. Пасху еще называют праздников праздник, торжество торжеств. Почему так называют? Ну, потому что это главное событие человеческой истории, главное событие в деле нашего спасения, когда Господь ради людей, ставших человеком подобным, каждому из нас претерпел за наши грехи страдания, крестную смерть и тридневно воскрес из гроба. Это, собственно говоря, сердцевина человеческой истории, и поэтому это действительно самый главный праздник и самое главное торжество по-славянски. Праздник – праздник и торжество – торжество. А само слово Пасха, что оно означает и как давно отмечается Пасха? Ну, дело в том, что это слово еврейское, Пасха, означает переход. И в Ветхом Завете так отмечалось основное событие из истории Ветхозаветного Израиля – это переход евреев через Черное море, через Красное море, когда они бежали под руководством Моисея из Египта в землю обетованную. Вот этот переход, чудо, которое произошло, когда море раступилось и народ прошел по морскому дну, по-славянски «акипосуху» звучит. Вот это такое воспоминание этого чуда, совершенного для избранного народа. И Песах, Пасха для иудеев – это тоже главный праздник, поскольку это начало спасения вот этого избранного народа и обретение им впоследствии земли обетованной. Ну, а поскольку мы, христиане, не прерываем традиции, свои связи с Ветхим Заветом и называем сами себя новым Израилем, то и у нас наш главный праздник – Воскресение Христово – мы называем тоже Пасхой, поскольку для нас в этом также заключается переход к новой жизни, к жизни во Христе воскрешен. Вот. И праздник этот отмечается с самого начала, вот с воскресенья. И вот произошло когда воскресенье, вот, собственно говоря, это первая христианская Пасха. И вот с тех пор мы с вами её отмечаем до сегодняшнего дня и будем отмечать до конца истории. – Принято говорить в этот день «Христос воскресе», «Воистину воскресе». – Да, и подтверждать свою веру в это словами «Воистину воскресе». Это древнее приветствие, оно идёт со времён апостолов. – Как проходит богослужение в этот день? Чем они отличаются? – Ну, это надо обязательно побывать в церкви на Пасху. Он отличается яркостью, торжественностью, множеством пения. Вот если Великим постом большинство текстов читается в храме и поётся очень немного, то на Пасху, наоборот, практически всё поётся, и почти ничего не читается. Причём поётся торжественно, громко, радостно, весело, если можно так выразиться. То есть Пасха – это некое такое разлитое, в литургическом смысле, это разлитое во всём торжество. – Кстати, и священнослужители меняют свои облачения, да? Они более яркие, светлые. – Есть разные традиции, это такие достаточно местные обычаи. Где-то меняют вообще начание службы, там все семь цветов одевают, самые разные. Но, опять же, это некая попытка создать особую торжественность, особую такую зрелищность, в хорошем смысле слова, пасхальному богослужению. Почему меняют с белого на красный? Ну, тоже понятно. Красный цвет вообще в церкви считается таким наиболее торжественным цветом. Ну, пурпур – это императорский цвет всегда, царственный цвет. Вот поэтому на большие праздники, на Пасху в частности, священники обращаются в красные одежды. Но это не везде, где-то остаются белые одежды, где-то красные. Это все такие местные традиции, которые не имеют общего значения для всех, они не общее обязательные. – Во время богослужения освящается артас. Вот что это такое? – Это целое богослужение, это такой специальный хлеб большой, который мы как бы в память о событиях воскресенья освящаем, и потом каждый день мы на Пасху совершаем крестный ход. Каждый день, после каждой литургии, и в понедельник, и в вторник, и так далее. А в субботу он раздробляется, и после литургии раздается всем присутствующим, как благословение. Вот. Это, собственно говоря, слово артас так и переводится, как хлеб. – Ну, вообще символом Пасхи в наше время считается яйцо. Вот почему яйцо? – Ну, это такое вот предание о Марии Магдалине, императоре Тиверии, о том, что когда-то она однажды поздравила императора, вот как-то попав к нему, поздравила словами «Христос воскресенье». Он сказал, если как вот это яйцо не может стать красным, поскольку оно белое, так и человек не может воскреснуть. И вот на глазах у всех яйцо стало красным. Вот это такой древний очень такой рассказ, он такой вот, ну, стал основой нашего с вами символа. Я думаю, что этот символ понятен очень, потому что с древности яйцо – это некий символ, когда вот из, казалось бы, неживого какого-то предмета даже, да, вдруг появляется живая жизнь. Вот так и оно стало, яйцо стало символом Пасхи. – А обязательно в красный цвет красить? Или можно в другие? – Ну, нет, в любые цвета. Ну, красный как бы традиционно. Именно о красном цвете говорит предание. Поэтому лучше всего в красный цвет, ну, или близкий к красному, да. Ну, сейчас, ну, все цвета радуги используют, да. Я не знаю, хорошо это или плохо, но так вот, да. Я считаю, что всё-таки лучше в красный цвет, да. – Ну, а как давно стали петь куличи на Пасху? – Ну, вы знаете, это же такой пасхальный, это праздничный такой пирог, да. Он тоже разный у разных народов. На Западе он один, видимо, на Балканах другие, у нас третий, в Румынии четвёртый. Везде они пекутся по-своему. Но смысл такой вот праздничного, такого угощения, сладость которого, сдоба которого, как бы символизирует полноту радости, полноту празднования, которое сейчас происходит, да. Я не сторонник того, чтобы искать какую-то, ну, такую глубокую, такую экзегезу в подобных вещах, в кулинарных каких-то произведениях, да. Вот, ну, просто вот так вот, так принято. – А вообще на Пасху вроде как не принято ходить на кладбище, хотя у нас прямо и рейсы организуют, да. Вообще надо ходить на Пасху? – Лучше не надо. Для этого есть на Пасху не поминаются усопшие. По церковному уставу первое поминовение усопших бывает на Радоницу, так называемое. Это девятый день после Пасхи. В принципе, не положено ходить на кладбище на Пасху, ну, за исключением того случая, о котором я как-то вам рассказывал. Да, если храм находится при кладбище, или, наоборот, при хламе есть погост, и на этом погосте лежат наши с вами близкие люди, конечно, выходя после службы из храма на Пасху, конечно, любой человек пройдет несколько шагов, подойдет к родным могилкам, похристосуется с ними, яичко может быть, если, ну, это разные формы обычно принимают. Вот, это нормально. А ехать на Пасху на кладбище вместо того, чтобы прийти в храм, вот это, конечно, категорически неправильно. А вообще сколько по времени отмечается Пасха? Пасха отмечается 40 дней до Вознесения. Это как бы такое, это праздник самым большим, это по-словянски называется попразднство. Вот самое большое попразднство – это у Пасхи. Обычно у всех праздников 8 дней, а у Пасхи 40 дней. Вот, и все эти дни мы служим в храмах, все богослужения наши начинаются с пасхальных песнопений и заканчиваются ими. Мы христосуемся, приветствуем друг друга. Все эти 40 дней можно печь куличи хоть каждый день и красить яйца, то есть полностью отмечать, вот ходить в гости и так далее. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Сегодня в Ульяновске находятся сотни беженцев из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и города Мариуполя. Все они нуждаются не только в материальной, но и в духовной поддержке. Симбирская епархия помогает вынужденным переселенцам с самого первого дня их прибытия. Вот и сегодня проходит экскурсия для детей и взрослых углавный храм Симбирско-Ульяновска – кафедральный Спасовознесенский собор. Гостям интересно все. В каком веке был основан город Симбирск, когда был построен и освящен Спасовознесенский собор, какие святые здесь когда-то жили и чем прославился святой блаженный Андрей Христа ради Еродивой. Взрослые вместе с детьми прикладываются к мощам святого Андрея Симбирского и просят о том, чтобы были живы их родственники и скорее наступил долгожданный мир. Они не спешат уходить из собора и просят немного постоять и помолиться на службе. Сейчас для них это особенно важно. Следующим пунктом экскурсионного маршрута стало посещение православного молодежного центра при кафедральном Спасовознесенском соборе. Во время чаепития жители Луганской народной республики не могут сдержать своих слез и делятся наболевшим. А еще беда в том, что вот сейчас они их освобождают, Рубежная, Мариуполь, и они нас не понимают. У них вопрос, за что нас? Да. А за что нас 8 лет? У меня лично дом разбили, у меня семья распалась, мне пришлось уехать оттуда. И это все за 8 лет. И это настолько страшно. Вы не можете себе представить. У меня вокруг дома 10 градусов ленту. Вот 7-10 метров, 100 метров. Вот эти вот здоровенные болванки летели. У нас так сад обрезали, одни пенечки остались. Надеемся, что Россия поможет нам. Она придано помогает. Да, если не рада, если не рада. Даже в России уже, наверное, ничего не осталось просто. Тяжелый рассказ прерывают дети. Они просят не говорить о грустном. Им не терпится узнать, что еще предстоит сегодня увидеть. Взрослые, как и ребята, искренне радуются подаркам, открыткам, книгам и иконам. А еще сладостям, которые они смогут забрать с собой. Сегодня мы проводим совместное мероприятие с Общественным народным фронтом и Федерацией спортивной и боевого самбо города Ульяновска. В день Благовещения мы пригласили людей, беженцев из Луганской народной республики, Донецкой народной республики, для проведения покрасной тренировки, обучающей на территории епархии, для экскурсии по храму кафедральному нашего города Симбирска и рассказа о том святом, который здесь проживал. Это наш святой Блажен Андрей. Гостей уже ждут в спортивном клубе «Муромец», который также действует при кафедральном соборе. Тренеры Олег Усов и Василий Важаев проводят показательные выступления и демонстрируют ребятам оборонительные приемы из боевого самбо. Правда, мальчишкам хочется просто поиграть и побегать, чтобы отвлечься от того, что совсем недавно им удалось пережить. Мальчик Миша совсем не детской серьезностью. Вопрос о том, что происходит в его родном городе, отвечает коротко. У нас там сильно бомбят. Я сегодня была в спортзале и в храме. Там мы молились, говорили, чтобы на нашей родине был мир. Жительница города Краснодона Луганской области Ольга Скомарохова признается, что ждала эту экскурсию, а посещение храма придало ей и другим гостям надежды и сил. Дай Бог вам всего хорошего. Я всю жизнь вас буду помнить, как вы встречаете нас, как вы с нами, как вы нас отогреваете. Ну это, не знаю, как перед даже словами, это надо почувствовать только. Я хочу, чтобы наши ребята, ваши ребята российские, наши ЛНРовские и ДНРовские, чтобы они быстрее домой вернулись, чтобы они живы были, чтобы жены их не плакали, чтобы их не дети дождались, маму и папу. И хочу мира. Всем. 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 Хочется верить, что горячая молитва этих людей, перенесших многие тяготы, будет услышана, и мир между братскими народами воцарится в скором времени. Сергей Николаев, Владимир Бучинский, Владислав Ролов, Симбирская митрополия. Симбирская митрополия